Здравствуйте, дамы и господа! Меня зовут Василий Захаров, как всегда на канале Един ТВ, вместе с Евграфом, который за кадром. Мы готовим для вас эти разные коктейльчики. Сегодня мы готовим коктейль, который называется Duck and Storm, что в переводе означает «темный» и «штормистый» или что? Тьма и буря. Да, тьма и буря, точно. Dark – это темный ром. Закапу не будем брать. Возьмем Морган. Джинджер Эль, имбирное пиво, имбирный Эль, он же. И тупо смешиваются эти два ингредиента, и этот коктейль называется Dark and Storm. Но мы официально не имеем права называть этот коктейль Dark and Storm, либо хотя бы надо написать хитро в барной ассоциации, по-моему. Они для отличия от зарегистрированного наименования этого коктейля пишут два апострофа. Dark, апостроф, N, апостроф, Storm. Производители рома «Братья Гослинг» зарегистрировали название коктейля, и типа «только коктейль с их ромом может называться Dark and Storm». Они умудрились выиграть, подавать и выигрывать суды уже на этот счет, в том числе судили с Пернори Кар. Или судились, или подали искки, отозвали там. Какая-то вот такая история. Ну и с частными блогами там тоже по поводу упоминания. Поэтому типа официально мы не можем делать Dark and Storm, потому что у нас нет этого Рома Black Seal Ram. А сама компания, кстати, почему Black Seal, вот это вот типа «море, все дела», они напиток свой продвигали. Он и в баночках, его, кстати, можно найти. С помощью маркетинговых мероприятий, соревнований, яхт, судов и прочих спортивных мероприятий. И там они спонсоры «все дела», и вот поэтому такая история. Мы возьмем Кэтон Морган. Я придумал. Мы берем бутылку капитана Моргана, в котором налит ром Black Seal. Вот и все. Может быть. Вот Black Spice. Почему его? Потому что я видел видосик, маленький ролик с Джеффрием Рогентайлером, один из известных мировых алкогольных блогеров. Не такой крутой, как Егин ТВ, конечно же. Но, кстати, тысяч по 50 у него просмотров. Я удивлен, что так мало. Зато у видео, где натирают шарик из фольги до блеска, там по несколько миллионов просмотров. Ну да, да. И, короче, Рогентайлер говорил, что я пробовал настаивать, настаивание это типа не мое, я, знаете, там ленивый, все дела. Я сходил там в магаз, купил какие-то специи 5 в одном. 5 в одном. Засыпал их в бутылку вот этого, кстати, по-моему, рома. Ну, в смысле Black Seal, если я не ошибаюсь. Ну, неважно. И там типа все через час отфильтровывает, и прям можно использовать. Говорит, нормальная тема. Поэтому Black Spice вполне. Полтишочек нам нужен. Здесь мы долго болтали, поэтому выльем водичку из бокальчика. И уже без лишней болтовни. У нас джиггер черный, прям как ром, как сердце мое бывшее. Ну, типа 50 мы сделаем. Оп. И все. Коктейль готов. Коктейль готов просто. Выпиваете это все, выкидываете. Я же говорил, надо закапывать, пользуете. Чем? Как вот? Ну ладно, вот к рувашке есть у тебя. У меня? Сжигалка. Сжигалка есть, но зипа. Да, а ты что? Я всегда так делаю, когда не нахожу просто. Ну, а что делать? Наливаем сверху на ром джинджер эль, имбирное пиво, имбирный эль. Слегка это все дело перемешиваем. Все, больше нам ничего не надо. Трубочки поставили, все здорово. Кусочек лайма еще туда сделаем. И будет вообще по красоте. Все, наш простой коктейль готов. Камцумир, май френд. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот тут коктейльчики дегустируем. Примите участие в вопросе. Сот рублей на телефон. Ну, я тебе скажу по секрету. Мне дали, как недели где-то две назад. Я просто купил себе разных банок швепса с разными вкусами. Один из них был и джинджер эль. Я просто хотел сравнить, что лучше с ромом будет. И один из них был действительно этот. И он был действительно хороший. Канаден рай. Ну, неважно. А дай попробую, кстати, этот слаще или нет? Такой же? Я не помню, какой был тот. Такой же? Такой же? Крутая вещь. Вот такая. Я впервые в жизни пробую эту тему. И что могу сказать? Могу сказать, что да, неплохая штука. Кстати, со спайс-тромом будет прям вообще огонь, мне кажется. Реально. В смысле будет, если все остальные будут тоже так делать. Мы-то спайс взяли. Отличная замена всяким надоевшим микс-дринкам. Просто эль надо купить вот этот вот джинджер. Ну, он, кстати, и дома можно, если заморочиться, сделать. Да, его очень просто делать. Не так сложно, да. Не так сложно. Поэтому экспериментируйте, ребятки. Пейте с умом. Естественно, подписывайтесь на нас в фейсбуках, в ютубах, в инстаграмах, в контактах, в твиттерах, телеграмах. Где там везде мы следим за вами. А вы следите за нами. Меня, как всегда, звали Василий Захаров. Мальчик рядом со мной. Евграф. И на канале Един ТВ в баре «Галактика», за что и спасибо, мы снимаем для вас коктейли. До скорых встреч, друзья. Пейте с умом. Пока. Еще по поводу спайс-рома, по сравнению с обычным ромом, я не помню коктейлей, в которых бы ром со специями не улучшал все. А я помню, мохито. Ну, мохито я не пробовал. В мохито нужен обычный, а вообще, мохито и безалкогольный намного вкуснее даже, чем алкогольный. Под час. А так, в принципе, да. Да, я согласен. То есть, в Лонгайленд лучше со специями. В Лонгайленд тоже не соглашусь. А я, мне нравится. Ну, я консервативный чувак, я как бы Лонгайленд. Не, ну, Лонгайленд и так хороший, если нормально сделан. Да, да, согласен. Кстати, мы тут с Васей пробовали разные коктейли, и вот ссылка где-то там. Когда будет выпуск-то? Ну, наверное, уже есть. В смысле? Наверное, уже есть. Я хочу... А-а-а! В этом смысле.